У нас в жизни существует огромное количество правил. Какие-то правила упрощают нашу жизнь, какие-то наоборот, преподносят нам определенные сложности. Но так или иначе, все мы по большей степени любим жить по правилам, даже если мы утверждаем прямо противоположное. Потому что четко сформулированные правила указывают нам конкретный путь, показывают, что и как нужно делать. Благодаря таким правилам нашему мозгу не приходится расходовать лишние энергии, чтобы продумывать каждый шаг самостоятельно. Однако, помимо таких правил, которые делают нашу жизнь более простой, есть такие, которые могут перевернуть все с ног на голову и заставят вас посмотреть на свою жизнь и на окружающую вас реальность абсолютно под другим углом. Правило, о котором вы узнаете из этого видео, это полная противоположность тому, что привыкли делать большинство людей. Оно никак не соответствует их взглядам, оно никак не гармонирует с их жизненными принципами и на первый взгляд кажется абсолютно нелогичным. Но в то же время, оно является настолько простым для понимания и настолько разносторонним, что его можно применить практически в каждой сфере вашей жизни. Возможно, вы уже неоднократно слышали об этом правиле, и может быть оно даже покажется вам очевидным. Но именно такие очевидные и простые вещи настолько затуманили нам глаза, что мы уже просто не в состоянии замечать все то невероятное, что существует в нашей с вами жизни. Итак, это правило звучит следующим образом. В любой возникшей ситуации выбирайте то действие, которое будет наиболее сложным с эмоциональной точки зрения. Что это правило может означать? Если вы попытаетесь проанализировать поведение большинства людей, пусть это даже будут ваши близкие, друзья, может быть просто какие-то знакомые, то вы заметите, что большинство из них всегда стараются выбрать наиболее легкий и традиционный путь решения всех задач. Что бы у них ни возникало, они всегда стараются идти по уже протоптанной и известной дороге. Нельзя однозначно сказать, что это всегда будет плохим выбором. Но главная ошибка здесь заключается в том, что при таком выборе люди искренне верят, что этот легкий и проверенный способ решения задач приведет их к наиболее счастливой и приятной жизни. Но вот в реальности все происходит иначе, и зачастую это приводит к обыкновенной посредственности и, как следствие, дальнейшему разочарованию в жизни. Если же мы говорим о правиле, который я озвучил выше, то его можно применить практически в каждой сфере вашей жизни, будь это работа, здоровье, отношения, ваше увлечение. На первый взгляд может показаться, что это довольно простое, а в каком-то смысле даже примитивное правило, про которое все слышали не один раз, но которое почему-то мало кто может применить у себя в жизни. Основная сложность этого правила в том, что оно напрочь противоречит здравому смыслу и логике, потому что оно заставляет нас выбирать наиболее сложные действия в эмоциональном плане. Но разве такие вещи, как комфорт и безопасность, не являются одними из главных составляющих для благополучной жизни человека? Да, это правило является достаточно простым для понимания, но при этом ему очень сложно следовать. И основная проблема, которая встает на пути того, кто решил применить данное правило у себя в жизни, это бессознательность. Попробуйте просто проанализировать свой прошлый день. Десятки, сотни, а может быть и тысячи наших психологических реакций вызываются на полном автомате и происходят абсолютно бессознательно. Можно сказать, что вы живете по одной и той же программе и за дня в день, реагируя на все возникающие ситуации на автопилоте. Опять же, нельзя сказать однозначно, что это плохо, потому что некоторые автоматические инстинкты порой могут просто спасти вашу жизнь. Но вот при возникновении огромного количества других ситуаций, они делают нашу жизнь посредственной и примитивной. Стивен Кови, который является автором мирового бестселлера «Семь навыков высокоэффективных людей», сформулировал похожие правила. И звучит оно так. «Между раздражителем и нашей реакцией есть промежуток. В этом промежутке лежит свобода выбора нашей реакции. От нашей реакции зависит наше развитие и наше счастье». Именно этот небольшой промежуток, который длится всего несколько мгновений, является наиболее важным, потому что именно в это время мы находимся в полном бессознательном состоянии, пытаясь заглушить все новые мысли, которые приходят к нам в голову, и просто выбираем уже известный нам путь. Чтобы вам было более понятно, давайте я приведу вам пару примеров. Например, вы решаете посвятить ваше свободное время после работы образованию. Вы заходите на YouTube с конкретной целью – найти обучающее видео по интересующей вас тематике. Но вот незадача. Ваш любимый блогер, который снимает развлекательный контент, выпустил долгожданное видео, которое вы так долго ждали. В этой ситуации самым сложным действием в эмоциональном плане будет продолжить искать обучающее видео и не податься соблазну провести свой очередной свободный вечер за просмотром развлекательных видео. Или второй пример. Когда вы получаете зарплату, самым сложным действием в эмоциональном плане будет сразу отложить какую-то часть. Я прекрасно понимаю, что вы сможете с легкостью сделать это и в конце месяца, после того, как приобретете все необходимое. Но именно так думают большинство людей. И вы прекрасно знаете, что обычно случается с вашими деньгами в конце месяца, и сколько в итоге получается отложить. Когда вас, например, критикуют, что самое тяжелое в эмоциональном плане? Это не обижаться на критику, а постараться найти в ней какие-то конструктивные моменты и применить их с пользой для своей жизни. Что будет самым сложным, когда вы, например, злитесь? Самое сложное – это не поддаваться своим эмоциям и не позволять им взять верх над вами, а успокоиться и посмотреть на ситуацию в осознанном состоянии. Как вы можете видеть, это довольно простое правило, но которое при этом требует значительных усилий. И тем более, это никакая не волшебная таблетка, с помощью которой вы сможете достичь невероятного успеха в каждом своем деле. Это правило требует от вас серьезных усилий. Оно обязывает вас перед каждым раздражителем ощутить тот самый небольшой промежуток времени и находиться в этот короткий период в полной осознанности, чтобы у вас была возможность определить наиболее лучший для себя путь. Придерживаясь этого правила, вы укрепляете свою силу воли, вы делаете свою жизнь ярче, разнообразнее, делаете ее более осознанной. Это правило не научит вас быть оригинальным ради оригинальности, но оно даст вам намного больше. Это правило научит вас принимать верные решения в любой момент времени.